всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня у нас 2 декабря среда и это видео не запланированное но так получилось что я все-таки решила снять для вас это видео потому что очень многие задают вопросы о медицине и у меня приключилась неприятность опух левый глаз точнее под левым глазом не знаю почему сейчас едем в больницу к дерматологу в этом видео я хочу рассказать вам о том что же все таки происходит с медициной в турции хорошая она нехорошая довольна ли я ей лично что делать тем кто здесь проживает как иностранец по виду на жительство какую страховку оформлять а также какую страховку оформлять тем кто приезжает сюда как турист в общем в этом видео мой личный опыт если говорить в первую очередь о больницах о клиниках то как вы понимаете существуют государственные больницы и существуют частные клиники государственными больницами также как и частными клиниками могут пользоваться все как граждане так и иностранцы проживающие с видом на жительство так и туристы если граждане имеющие государственную страховку пользуются государственными клиниками бесплатно то иностранцы которые прожили по виду на жительство год могут оформить государственную страховку об этом расскажу чуть чуть позже и пользоваться этой страховкой наравне с гражданами если иностранец приезжает в турцию как турист то у него при себе обязательно должна быть страховка туристическая страховка и по этой туристической страховке вы также можете обратиться в государственную клинику если вы иностранец который проживает по внж и оформил обычную частную страховку то эти частные страховки в государственной клинике не действуют но эти страховки действуют в частных клиниках в частных клиниках действует как туристические страховки оформленные за границей, так, естественно, и государственная страховка, которая предоставляет около 50% скидку, так и туристические страховки, которые вы оформляете до приезда в Турцию. Ну и, конечно же, страховки, которые вы оформляете при получении вида на жительство. В Аланье есть несколько частных клиник и одна большая государственная клиника. Совсем недавно, буквально на днях, в Аланье также было открыто онкологическое отделение, которого не было раньше. Какой клиникой пользоваться, выбирает каждый самостоятельно. Мы пользуемся как государственными клиниками, так и частными. Почему? Потому что мы ходим не в больницу, а к врачу. Если, например, в государственной клинике нам очень нравится врач-окулист, то, например, в частной клинике мне очень нравится врач-дерматолог, врач-кардиолог и врач-терапевт. Также в одной из частных клиник очень хороший врач – ухо-горлонос. Поэтому мы выбираем врача и по мере необходимости посещаем именно врача. Поэтому, друзья, говорить о том, насколько хороши или плохи клиники в Турции – некорректно. Почему? Потому что я, как уже сказала вам, посещаю именно определенных врачей, которых я проверила годами. Например, дерматолог, к которому мы сейчас едем, очень помог моей маме в прошлом году, когда она приезжала, кстати, имея туристическую страховку, и страховка все покрыла. Поэтому мы ходим к врачам. Мы очень часто ходим в государственную клинику. Кстати, посещение государственной клиники возможно в любых городах Турции. Если у нас возникают какие-то проблемы в каком-то другом городе, то мы, конечно же, тоже обращаемся в государственную или частную клинику. Снимать в больнице можно только с разрешения. Поэтому по мере следования в больнице я вам рассказываю, делюсь важной информацией. Очень многих интересует вопрос по поводу того, как обратиться к врачу, если я не знаю турецкий язык. Такой проблемы здесь также не существует. Если вы турист и обращаетесь в государственную клинику, то вы можете обратиться в туристический информационный центр, и вам предоставят переводчика. Если вы иностранец, проживающий с видом на жительство, и обращаетесь в государственную клинику, то есть телефон Министерства здравоохранения, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и предоставляет услуги перевода в больницах и в аптеках. Этот телефон я оставлю в описании, поэтому обязательно звоните по этому телефону, и вам будет предоставлена помощь с переводом. Каким образом это действует? Вы приходите к врачу, набираете номер переводчика, и переводчик предоставляет вам услуги перевода. Если вы обращаетесь в частную клинику, то в частных клиниках вопросов с переводом не возникает, потому что во всех частных клиниках есть международные отделы, где работают русскоговорящие, англоговорящие и переводчики на других языках. Мы уже приехали в нашу больницу. Поэтому, друзья, не бойтесь обращаться в больницу, не бойтесь обращаться в аптеки или в небольшие поликлиники, которые находятся в каждом районе. Если это частное, обращайтесь к переводчику. Если это государственное, то звоните по телефону Министерства образования, вам предоставят переводчиков. Самое главное, если вы недовольны услугами больницы, если вы недовольны отношением врача, не стесняйтесь, всегда отстаивайте свои права, потому что, находясь на территории Турции, вы обрадаете практически всеми правами турецких граждан. Айхана измеряет температуру. Сегодня мы приехали в больницу Анадулу, потому что у Айхана высокая температура. Сначала пришли в экстренную помощь, нас отправили к врачу. Это частная больница, выглядит она вот таким вот образом. Нас отправили к врачу, у него болит горло. В общем, посмотрим, что скажет врач. Вот так вот выглядит главный холл больницы. На прием к врачу можно записаться как по телефону, так и придя сюда в больницу. Частная больница Анадулу-Хастанаси находится недалеко от большого автовокзала в конце Алании, практически на выезде из Алании. Сюда мы приходим к некоторым специалистам, например, к окулисту и к врачу уха-горло-нос. И если у вас есть страховка, обязательно спрашивайте про страховку. Кстати, вот что интересно в Турции. При входе в больницу никто не меняет, не надевает ни галоши, не снимает ни обувь, ни верхнюю одежду. Вот так вот выглядит холл. На этом аппарате можно взять талончик и записаться к какому-либо из врачей. Когда вы заходите в больницу Анадулу, здесь есть отделение для турецких граждан и с этой стороны отделение для иностранцев. Здесь есть также столовая, еще есть различные отделения, очень большая больница. Здесь также на первом этаже проводят различные анализы типа МР и так далее. Палата выглядит таким образом. Здесь есть кровать, окно, еще есть вот такая вот душевая кабина. Душевая кабина, туалет. Вот так вот все это выглядит. Палата с телевизором. Небольшая палата, но очень хорошая. Такой вот вид из окна. И Айхан лежит. Переболел, но не долечился, в общем. И здесь есть план эвакуации при пожаре. Ну что, друзья, я вышла от врача. И поскольку у меня государственная страховка, я заплатила за прием 115 лет. Если у вас нет совершенно никаких страховок, это частная больница, то прием здесь стоит 280 лир. Но если у вас есть туристическая страховка или частная страховка для вида на жительство, девушка, кстати, русскоговорящая, которая сидела на ресепшене, сказала, что нужно смотреть, покроет ли страховка или нет. И мне врач, очень хороший, потрясающий врач-дерматолог, она мне выписала антибиотики, поскольку у меня действительно началась инфекция почему-то, и крем. В прошлый раз она помогала моей маме очень хорошо, поэтому я ей действительно доверяю. Сейчас идем в аптеку. Здесь около частной больницы. Большое количество аптек. И в одной из таких аптек мы сейчас как раз с вами и зайдем, чтобы купить мне лекарства. Еще раз расскажу вам о ценах. Цены варьируются в государственной больнице и в частной больнице. Также цены варьируются от того, есть ли у вас государственная страховка, есть ли у вас частная страховка по виду на жительство, и есть ли у вас туристическая страховка. От этого, от всего, зависят цены. Но, как я уже сказала, в частной клинике посещение врача, если у вас нет вообще ничего, стоит 280 лир, неважно, гражданин вы или турист, или живущий здесь. Если вы идете в государственную клинику, то, по-моему, посещение врача в государственной клинике стоит от 50 до 100 лир. Но для посещения врача нужно обязательно записываться по телефону. Есть единая государственная система записи к врачу в государственную клинику. Там говорят, к сожалению, только на турецком. Но в частную клинику вы можете просто подойти в отдел для иностранных пациентов, либо позвонить по телефону. Там говорят на русском и на английском. Как я уже сказала, в частных клиниках проблем с языком у вас не будет. Сейчас мы отправляемся в центр Алани, где я по своему вот такому вот коду куплю себе лекарства. Мне, как я уже сказала, выписали антибиотик и крем. В чем плюс посещение частных клиник? В том, что не приходится долго ждать. Сегодня с утра мы позвонили, и в 4 дня врач меня уже принял. В государственной клинике, к сожалению, в некоторых случаях вам придется ждать очень долго, может быть и неделями. Но вы можете обратиться также в экстренную службу. Она всегда в больнице открыта. Если что-то срочное, вы можете подойти в экстренное отделение, и вам там также окажут очередь, окажут помощь в порядке очереди. Теперь, друзья, то, что касается страховок. Первое. Туристические страховки. Пожалуйста, когда вы приезжаете в Турцию, когда вы едете за границу, неважно в какую страну, обязательно оформляйте туристическую страховку. Она стоит недорого, но она действительно, не дай бог, что может покрыть все ваши расходы. Почему я об этом говорю с уверенностью? Потому что туристическими страховками мы пользовались очень часто и в Европе, и в Турции, и мой брат, и моя мама, и я сама. Они покрывали и посещение врача, и различные манипуляции. Поэтому обязательно делайте страховку. Какую страховку делает, например, моя мама? Раньше делала, потому что сейчас у нее государственная страховка. Поскольку я гражданка, по мне моя мама получила государственную страховку. Но если вы приезжаете как турист, то можете, например, сделать страховку альфа-страхования. Это очень классная страховка, и она нам действительно покрывала все. То есть если вы турист, обязательно, мне задают очень много вопросов по поводу страховок, обязательно делайте страховку. Она действительно спасет вам жизнь. Мы уже пришли в аптеку. Я купила лекарства. Мне, как я сказала, выписали крем и антибиотик. Принимать неделю, два раза в день, утром и вечером. И, друзья, существует также такое правило, когда вы посещаете врача, первый раз вы платите за посещение, и в течение 10 дней к тому же врачу на прием повторный вы можете обратиться совершенно бесплатно. Опять записываетесь на прием, и в течение 10 дней это касается и частной, и государственной клиники, вы можете обратиться совершенно бесплатно. Врач мне сказала прийти через неделю. То, что касается аптек в Турции. Лекарства в Турции вы можете приобрести только в аптеках. Никакие лекарства в Турции не продаются онлайн. Онлайн продаж лекарств в Турции нет. Поэтому только в аптеке. Во всех аптеках в Турции цены на лекарства одинаковые. Каким образом проверить стоимость лекарства? Многие мне задают этот вопрос, продадут ли нам дороже, чем цена на самом деле. Проверить это очень легко. У каждого лекарства есть либо QR-код, либо штрих-код. Вот этот вот штрих-код продавец на кассе считывает, и цена появляется на экране компьютера. И проверить стоимость этого лекарства вы можете совершенно просто, просто попросив продавца повернуть вам экран компьютера или написать цену на бумажке. Таким образом вы можете убедиться в том, за какую цену вам продают лекарства. Продавец считывает штрих-код, и вы смотрите на экране компьютера и эту цену платите. Если вас интересует цена какого-то лекарства, вы также можете обратиться в любую группу русскоговорящих в Турции и узнать, почем то или иное лекарство. Кстати, в Турции очень много аналогов российских лекарств, и в Турции лекарства дешевле, и лекарства очень хорошего качества. Поэтому, если у вас есть возможность приобретать лекарства в Турции, естественно, которые продаются без рецепта, обязательно покупайте. Следующая тема, которую я вам хочу раскрыть, это тема страховок государственных и тема страховок для тех, кто проживает по виду нажительства. Каким образом возможно перейти на государственную страховку? На государственную страховку возможно перейти после года проживания в Турции по виду нажительства. То есть, если вы приезжаете в Турцию, оформляете вид нажительства, вы должны оформить частную страховку. И после года проживания по ВНЖ с частной страховкой вы имеете право перейти на государственную страховку. Государственная страховка оплачивается раз в месяц. Она стоит достаточно дорого, около порядка 700 лир в месяц, но эта страховка, если у вас большая семья, покрывает всех членов семьи, мужа, жену, детей и также родителей. Например, моя страховка покрывает и Айхана, и распространяется на мою маму. То есть мы просто перевели мое свидетельство о рождении, предоставили все документы в страховую компанию, и после того, как моя мама проживала год по частной страховке по выйду на жительство, мы и оформили государственную страховку. То есть сейчас ее покрывает государственная страховка. В государственной страховке очень много плюсов. Например, вот эти вот все лекарства, так бы они стоили лир 60, наверное, они мне достались всего 11 лир. Поэтому, если вас интересует полное покрытие, оформляйте государственную страховку. Таким образом, друзья, я надеюсь, что я раскрыла вам полностью тему медицинского страхования в Турции. Самое главное, всегда оформляйте себе страховку. Я рассказала вам о том, каким образом обслуживаются иностранцы и турецкие граждане, а также о том, что у вас всегда есть возможность воспользоваться переводчиком. Не забывайте об этом, никогда не пугайтесь, не бойтесь обращаться в больницы и в аптеки. Ну и, конечно же, самое главное, следите за своим здоровьем. Если у вас возникают какие-то проблемы, обращайтесь в больницу. Не ищите врачей в Фейсбуке, в Гугле и так далее. Обращайтесь в больницу к хорошим специалистам. Это на самом деле может спасти вам жизнь. Ну и, конечно же, приезжайте в Аланию, в Турцию. Пользуйтесь медициной турецкой. Как я уже сказала, медицина здесь на хорошем уровне. Больницы оснащены всем самым необходимым. Очень много прекрасных, замечательных врачей. Это я могу вам сказать, исходя из своего личного опыта и из опыта моей семьи. Поэтому приезжайте, лечитесь, будьте здоровы. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду рада на них ответить. На сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.